Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Святой Герасим и Жена Иордания. Святой Герасим родился и жил благочестивой жизнью. И когда он вырос, он подстригся в монахи и ушел в пустыню Фиваида. Там везде был песок и песок и песок. В пустыне обитали львы да змеи, скорпионы да ядовитые пауки. А некогда был здесь могучий цветущий город. Кто не знал в те времена второй столицы Египта, городе Фивы? И язычники расположили там храм Аммонна. Но ничто не вечно на земле. Улицы города захлестнули волны песчаного моря и остались только развалины. И один святой говорит. Не так светло небо, испещренное сонмом звезд, как светла египетская пустыня, являющая везде иныческие кущи. Слово Фиваида стало нарицательным. Так называли места, где жило много иноков. Некоторые монастыри, некоторые собрания монастырей называют Северной Фиваидой. И вот святой Герасим учился у одного старца благочестию, у другого миролюбию, у другого нестяжанию и многим-многим-многим добродетелям. Потом он вернулся в Отчий край. И недолго побыв, там отправился в Палестину, в пустыне при реке Нил. В пустыне при реке Иордан. И там сделал Великую Лавру. И стал ней настоятелем. Там был монастырь для новообращенных, где разрешалась и вареная пища, и огонь. Но в пустыне плели кельи, и святой Герасим не разрешал даже сделать, даже зажить свечу для чтения книги ночью, потому что он говорил, чтобы не было соблазна изготовить вареную пищу. Однажды он шел за финиковыми прутьями, что для плетения корзины на пропитание, и увидел огромного льва. Он сильно тряс лапой, и то дул, то сильно выл. Он подошел и увидел шип терновника в его лапе. Он вытащил его и смело рассек лапу обломком ножа и оттуда на песок обильно хлынул гной. Он промыл лапу водой из-за ордана, оторвал кусок от своей рясы и завязал ее, и сказал, чтобы был посторожней. И на следующее утро лев пришел и стал служить Святому Герасиму. Ему поручили работу хранять осла, который возил воду. Когда он привозил воду и останавливался и щипал траву, то лев охранял его. И вот однажды лев заснул и по пустыне шел торговый караван. Погонщик увидел, что осел пасется без пастуха и украл его. Лев встал, стал искать его и пришел келье и Святой Герасим сказал, ты, наверное, его съел, вот так-то ты несешь свою службу. И он и сказал он ему, чтобы исполнял работу осла. И однажды проходил тот караван мимо монастыря, в котором в котором был в которой вез пряности и шелк. И к нему был привязан этот самый осел. И увидев родную обитель, он жалобно закричал. И тогда лев схватил и с ревом бросился на погонщика верблюдов. Погонщик спустился на утек, а лев взял зузду осла, как это делало обычно, и повел его к келье старца с тремя привязанными к нему верблюдами с пряностями и шелком. И тогда святой Герасим сказал, напрасно мы бронили льва, он не съел осла. И тогда, когда умер святой, то лев стал жалобно выть и бросился искать по обители его. И отец вставать и сказал, пойдем я покажу тебе, где он похоронен. Он вышел за ограду монастыря, встал на колени перед могилой и горестно заплакал. Тут лев то и все и понял. Он издал последний в своей жизни вопль и ударился три раза головой об землю и упал от тоски замертво, тем самым показав, как люди, как звери были послушны Адаму в раю. Аминь. Молитвами святого угодника Герасима додаст нам Бог быть вписанным в книгу жизни Божию. Святой Даниил, святой благоверный князь Даниил Московский. Великими подвигами и трудами сложилась Святая Русь. Многие века трудились над ней. Многие люди и наслаждалась и укреплялась Русь. и исеялась вера христианская под единую власть и законом. Святой у святого князя Даниила был отцом святой князь Александр Невский, а матерью супруга Александра Невского княгини Васса. Он потерял отца в два года и лишился матери в 11 лет. Его окружили заботы и родственники. И вот ему дали вудил малолюдная московская княжеца, потому что он был младшим братом, нашим сыном. И тогда некоторые князья думали, что княжец им дало, чтобы побольше поесть, попить и чтобы казну нагребсти. Но талант должен быть у князя особенный. Его можно было получить от книг или услышать от учителей, но никакие книги ни учителей не помогут, если в сердце талант не вложит Бог. Он вложил этот талант святому князю Даниилу и он стал править. Он в войне искал мира. И вот два случая примечательных. Один раз он пошел с братом Андреем против другого брата. И тогда, когда пришли к Киеву, то вооруженные заключили мир. Потом напали на княжества рязанцы. И тогда он наголову разбил их и захватил в плен их князя Константина. Но он не скалечил его, как делали другие князи, не посадил в темницу и не отхапнул большой кусок рязанских земель. Но он привел его, покормил, попоил и с почестями проводил до самого его княжения. Была ясно видна благодать и благословение Божие на святом князе. Тогда один брат ему обещал и отдал великокняжеское звание и еще больше и еще больше того, когда один брат ему обещал Переславль-Залезский и расширялось московское государство мирным путем. Он построил духовную твердыню Москвы, монастырь святого Даниила Столпника. И однажды второй самозванец унося ноги поджег монастырь, но обитель подобно сказочной птице Фениксу возродилась. Почувствовав близкую кончину, он, как и его отец, принял постриг и приказал его похоронить не в храме, как делали другие высокомерные князья, а на братском на общем кладбище. Молитвами святого князя Даниила и святого Герасима даст Бог быть вписан и нам в книгу жизни Божию. Аминь.